здравствуйте друзья вы смотрите канал милый дом меня зовут мила и я снова рада встречи с вами рада вас приветствовать на дворе наступил август и уже не верится что на самом деле август сегодня я приглашаю вас снова на дачу начнем мы ролик такого небольшого видео обзора того как здесь и что цветет растет мы сейчас находимся с вами у моего цветника с циниями вы помните в конце прошлого ролика я вам показывала для чего и рассказывал для чего я надеваю вот эти пакетики сейчас у меня уже началась сборка семян давайте вам покажу что же это такое смотрите вот например видите какая красавица это очень ценный сорт и я вижу что здесь все опылились рыльца и уже можно будет ее скоро срезать для того чтобы досушить и собирать семена я провожу этот процесс примерно каждые два дня очень увлекательное конечно это мероприятие достаточно монотонные сложные но мне хочется сохранить семена поэтому каждые два дня я опыляю вновь и вновь раскрывающиеся цветы даже уже покажу вам попозже есть у меня получившиеся семена я проверила они действительно созревают есть только вы идея еще конечно проверить их на всхожесть это часть участков которой у меня росли первоцветы и здесь знаете у меня такой вот хаос можно сказать на самом деле в прошлом году я посадила котовник и не пожалела потому что это очень красивое декоративное растение которое непрерывно цветет с июня месяца вот такими вот нежными голубыми колосками здесь также есть у меня шалфей дубравный подсаживала еще и новые сорта ну и конечно моя любимая лаванда по краю чуть попозже я вам про подробно расскажу про сбор урожая лаванды мы может быть с вами пройдемся еще что-то срежем в общем вот так в этом месте у меня были посажены черенки георгин вы помните это же это вам наверно рассказывала а может быть и нет и посмотрите в каком хорошем состоянии сейчас находятся эти черенки они уже вымахали в полноценные растения и все практически собираются цвести набрали многие бутоны они конечно чуть позже цветут чем обычные георгины но я надеюсь что получу с этих растений и цветочки и даже клубни и тем самым размножу свои понравившиеся интересные сорта за моей спиной грядка с львиным зевом который уже отцветает в прошлом ролике я показывала какие красивые сорта у меня цвели очень мне нравится сорт мадам баттерфляй невероятный махровый львиный зев ну в общем понемногу потихоньку здесь что-то цветет ну и конечно многих моих зрителей наверняка интересуют как мои петуни я затянула с ними перед вами петунивое дерево она конечно уже не во всей красе которая была максимально к середину июля напомню что она у меня вот прямо запушилась еще с июня месяца но сейчас я приехала с отпуска я его подкормила и надеюсь что получу еще вторую волну цветения давным давно не видно уже у меня горшочков и видите что здесь творится нарастила огромные длинные плети и можно сделать вот такую знаете корректирующую стрижку снизу тем самым спровоцировав новый рост и непременно подкормив удобрением там 18 18-19 формулы или 20-20-20 азот фосфор и калий ну вы посмотрите какая красавица моя гортензия ванилла фрейс растет у меня уже наверно третий год и каждый год вот она такая пышная сильно ее не обрезаю будет красиво опять цветение поэтому обожаю эту гортензию конечно же сняла черенки как и делала в прошлом году поэтому очень она мне нравится я сейчас сижу на крыльце дома и эта зона у меня традиционно украшена питуньями как я вам и показывала до этого вот этот нижний уровень у меня всегда растут тайдол и которые обеспечивают очень бурный и пышный розы есть растет тайдл сильвер посередине у меня стоял горшок ставил ход пинг но я поняла что мне хочется вот единого моно цвета и поэтому я сюда поставил горшочек с более поздним черенком по посадке еще одного тайдл сильвера сейчас он догонит и наберет хорошую вегетативную массу и вот закроет вот это пятно к этому моменты момента уже вот эти тайдлы будут не так сильны но за счет большого пятна в центре будет смотреться хорошо смотрите как хорошо наросла спит у нее серии виста этот цвет сильвер бери вот так вот она уже тоже свесила вниз свои плети и с этой стороны со стороны террасы посажены здесь у меня под два растения всего лишь одно растение и второе вот эта зона у меня украшены белые лабели и получилась такая знаете очень легкая воздушная зона террасы сверху я решила все-таки добавить ярких пятен и подвесила петунью тоже серии vista это vista paradise там также есть у меня одна опера потом вам чуть позже покажу также у меня встречаются одиночные композиции на самом деле я засаживала все свободные вазоны которые были у меня и вот черенки которые оставались я сажала сверху здесь у меня алисум ну знаете сорт попался обычные семян я люблю его за его медовый запах ну вот уже к сожалению он отцветает может быть на следующий год я присмотрюсь в сторону вегетативного алисума снова принцесс здесь посажена vista bubble gum и она как всегда прекрасно в любом объеме она может расти и в большом и в 100 литрах и в 10 и даже в пяти и даже в двух я сейчас вам покажу где она у меня растет в трех литрах удается мне посидеть на своей скамеечке потому что я последнее время все наскоками и набегами на дачу и когда приезжаю сюда все время что-то делаю делаю ну здесь вот так же изи вейф лавандер sky blue сменили вазоны приготовленные на резерв спит у нее vista bubble gum и посмотрите как она хорошо также смотрит у нее изи вейф лавандер sky blue она самая первая начинает зацветать еще в апреле может давать цветы очень быстро растет и к сожалению концу июля выглядит уже вот так к этому надо быть готовым она не разрастается сильно не наращивать большую шапочку я ее исследую уже второй год и вот такой вывод я сделала то же самое было в прошлом году я просто подсаживал периодически черенки поэтому она у меня была до сентября просто надо быть готовым к этому нравится это или нет такая петуния в общем я наверное на следующий год ее не посажу единственное чем она привлекательна это своим цветом необыкновенным но вот сейчас я освобожу это не болезнь с ней все хорошо она тут навязала кучу семян можно собрать попробовать посадить но вот такая история с ней случается но и сейчас я нахожусь у своего главного дечища этого года у георгиновой грядки и вы знаете начался период цветения георгины я уезжала тут ненадолго в отпуск не застала самого пика но приехав я просто обалдела от этого буйства цветов кролла совершенно не пожалела что посадила эту красоту и думаю о том как бы мне найти пространство и землю на следующий год чтобы приумножить это великолепие ничего не сказать я их так долго ждала начала я их покупать еще в октябре прошлого года заказывала что-то искала подбирала конечно хотелось найти подешевле ну и так далее в общем обожглась на некоторых моментах но это опыт каждый год я это был первый год вернее мой да и сейчас я тоже понимаю что я с ними делаю правильно что неправильно как черенковать посынковать в общем это невероятно увлекательный процесс но давайте немножко пробежимся и покажу вам что у меня здесь зацвело я вчера вернулась из отпуска и сразу же начала их удобрять потому что цвет мне показался немножко не яркий а получается что как я их посадил я ничего сюда не вносила мы добавляли компостную землю в общем давайте пробежимся по сортам я вам расскажу вот такая огромная красотка перед вами это георгийна сильвия вообще я на нее не делала ставку думаю она возьму ее так себе но посмотрите какой нежный персиковый цвет она совсем не желтая на персиковые ну просто восхитительная а дальше давайте с вами будем двигаться я много чего на срезала вчера вот знаете просто мне так хотелось срезать вот это георгийна изабель тоже помпонная очень мне очень нравится помпонные георгины сир ричард поменьше георгинка дальше мы с вами идем и это корнел бронз и причем корнел бронз от разных производителей у меня немножко разного тона я тоже думала что это секрет в удобрениях сейчас покажу вам другой корнел бронз от такой известной фермы таки я вчера срезала большой цветок и вот здесь он почему-то темнее ярче бронзового цвета еще интересная георгийна кейтлин джон джой тоже очень очень красивая такой у нее необычный цвет это малышка эвелин которая должна быть с фиолетовыми нотками но почему-то она у меня белая с белыми георгийнами все сложнее их рекомендуют выращивать под укрытием потому что белый цвет при малейшем намокании дожде в общем портится ну первый год у меня я экспериментирую во всем поэтому вот так здесь у меня невероятный по красоте георгийна под названием peaches and cream самый такой у меня был наверное желанный сорт дорогой я не жалею что и потратилась на него потому что это конечно восхитительно зацвел кстати самый первый здесь самые простые георгийны из ленты как ни странно купила их по большой распродаже называется fleurel но на фотографии не должны были выглядеть больше размера на самом деле они повторили форму цвет все в этом году меня лента не подвела как в прошлом в этом году я купила и у меня был полный пересорт во всем ну вот такие хорошие тоже беленькие помпошки мне очень даже георгийны до которых я не могу дотянуться они выше меня ростом это георгийна wine-eyed джио посмотрите очень у нее длинная нога это очень ценится срезки хорошо здесь джо и винни вообще я сделал коротенький ролик рилл с сортами можете посмотреть там побольше будет в общем жду буйство цветения но и обычный огород с помидорами и огурцами у нас тоже есть мы посадили в этом году какое-то огромное количество грядок с томатами потому что все их любим любим разные чтобы они были красивые крупные сливовидные для консервации для того чтобы употреблять сало для того чтобы есть просто так в общем поэтому помидоров очень много вот там находится теплица с огурцами которые ежедневно нас радуют нежными молочными домашними огурчиками здесь смородина урожай который мы уже слава богу собрали потому что я буду я собирать не люблю честно вам могу сказать ну что друзья у меня сегодня первая букетная срезка наконец-то срезала разных цветов и могу составить букет очень много львиного зева белого это анемоны еще цветов золото ингов невероятный лососевый с цвет переливами розовый для акцентов я срезала цинь не первые и различные у меня тут дополнение и веточка статицы и малина есть и укроп и матрикария и сейчас я хочу составить первый букет предложить его в продажу продастся хорошо не будет стоять рада в общем это творчество ну что у меня первый букет лаванды в этом году это букет с одного кустика посмотрите какая красота я еще не полностью его на самом деле остригла потому что решила оставить нижние соцветия на семена а здесь еще будут доцветать еще будут доцветать еще будут доцветать это счастливо цветов невероятных ягода красная и черная базилик нарезала огурчики салатик зелень клубничка и конечно лаванда готовка базилика я сейчас на самом деле забыла вам заснять целую кучу покрошила предварительно я его вымыла высушил он у меня ночь посушился на полотенце и сейчас я мелко его покрошила буду просто сушить скорее всего это просто будет в комнате либо поставлю в духовку на минимальную температуру ни в коем случае нельзя ставить на солнце потому что потеряет свет вот так вот в спокойной обстановке вы знаете он потом высохнет и будет безумно ароматным не хочу ничего делать заготовки закрутки там или что-то еще замораживать в общем сухая зелень базилика зимой в пиццу в любое блюдо просто идеально тем более своя что я привезла еще один букет лаванды сегодня с дачи и снова его разбираю так мне это нравится и что я хочу констатировать рассказать вам дело в том что я высаживала два пакетика разных семян это все лаванда прошлогодняя которую я села в прошлом году сейчас вам покажу в чем отличие моих сортов лаванды вот смотрите у меня интересные сорта значит один сорт цветет вот такими длинными колосками второй короткими и мне как мне кажется у него цветы темнее такие темно-фиолетовые а у этого цветы более лавандовые к сожалению сейчас под искусственным цветом не не передать вам как они выглядят но глазу это заметно я у меня было два пакетика одна была лаванда услада одна прованс и теперь понять какая из них какая к сожалению невозможно но я засушу сейчас сделаю букетики и пусть они у меня будут зелень лаванды я ни в коем случае не выбрасываю на самом деле она гораздо ароматнее чем цветочки и набивать саше которые тут я делала пробовала зимой первый раз нам очень мне он подраз лучше даже зеленью лаванды чем цветами потому что она действительно в ней больше эфирных масел и она очень пахнет вот он мой первый настоящий полноценный большой букет лаванды посмотрите как это красиво я даже смогла его немножко спиральной техники скрутить и вот так поставить ну это же очень красиво буду его сушить и уже потом покажу а Субтитры подогнал «Симон» 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 так это у нас виктория вейтинг у меня начинается торроза торжественный момент я срезаю свои первые цветы убираю ненужных ручков вот такие аркинги первые уже вечер, вечера у нас стали темные потому что белые ночи закончились я сейчас решила опрыскать удобрениями по листву свои растульки развожу для них полезный коктейль который делаю своими руками здесь у меня удобрения с формулой для рост 16-20-27 с повышенным содержанием калия для цветения также буду добавлять обязательно кальцевую селитру потому что сейчас, когда начинается активный период цветения им нужен кальций магний для цвета тоже будет нужен и тут я привезла в Аллагра свое удобрение просто насыпала в баночку здесь вот это оранжевый с повышенным содержанием фосфора в общем, это абсолютное будет творчество такой сделаю коктейльчик на 20 литров и опрыскаю две грядки кстати, купила вот такой аккумуляторный опрыскиватель слушайте, это просто что-то восхитительное всем советую потому что не нужно напрягаться постоянно накачивать его у меня до этого был, он лопнул зимой в общем, ужас полный я здесь нажала на кнопочку только нужно зарядить и надолго хватает зарядки мне очень нравится я хочу рассказать вам про один курьез который со мной произошел в этом году те, кто меня смотрит знают, что я сажала лаванду у меня было очень много семена собирала свои и, видимо, у меня произошел то ли пересорт то ли я, конечно, сама напутала в общем, у меня здесь около 200 саженцев лаванды вот так они в разном состоянии потому что росли в разных горшочках растения были какие-то более здоровые какие-то менее но самый парадокс что я обнаружила она стала сейчас зацветать вы можете себе представить я обнаружила, что, наверное, 70 может быть и 80% всей лаванды белого цвета а я собирала в прошлом году и белую на синем мосту, как я рассказывала и фиолетовую и вот фиолетовых у меня совсем-совсем немного я вижу только белые колосья вы можете себе представить ну, в общем, буду думать, что с ней делать есть, конечно, определенные идеи куда ее пристроить куда ее посадить кстати, пахнет она так же ничем не хуже, чем фиолетовая вот, ну, конечно, смотрятся необычно такие, знаете, белые колоски у нее очень хорошо уже развилась корневая система и по идее мне надо бы вот это все пересаживать в больший объем потому что, ну, откровенно говоря ей тесно лаванде нужно высокие горшки чтобы у нее длинная корневая система сантиметров 70 ну, вот пока что я могу позволить ей дать ну, какие-то есть варианты совсем сидят вот в крошечных ну, тут есть еще и мои черенки которые я укореняла уже сдачи набирала ну, в общем, ситуация разная снова гостья вот такая вот приходит ну, она чья-то приходит к нам в гости вот так вот заходит на червас ложится тут отдыхает играет такая красавица вот такая вот красавица чья-то ну, очень ухоженная кошечка но Тема любит с ней играть кис-кис-кис это первые томаты которые, напомню, росли у меня не в теплице а в открытом грунте сейчас сняла может быть, что-то еще поставлю на дозаривание что-то, конечно, мы попробуем особо мне интересны вот эти темные сорта которые, видите, как томатик черный но потом все равно он становится вот такого красивого красного цвета с каким-то фиолетовым отливом можно сказать, коричневым в общем, рада томатов много ну, потихоньку сейчас, правда, дожди начались будут спеть ладно, срезка лаванды на самом деле я прохожу и периодически просто срезаю цветы, которые уже либо отсвели, либо уже хорошо зацветают те, которые на болтончиках я еще не трогаю говорят, что если их рано срезать то там мало скапливается вот этого ароматического вещества вот, в общем, тоже сейчас буду подвешивать и сушить такой букетик порция моих красоток покидает меня уезжают они в цветочный салон вот, заказали у меня все в таких персиковых розово-желтых летних тонах не представляете, какой тут царит аромат львиный зев пахнет просто необыкновенно цинии разных сортов тут даже есть какие-то цинии от Эрин я положила пару штутик Аклахома сальвен и, конечно же, Сильвия красотка она необыкновенная друзья, август у нас начался с обильных дождей вот такие лужи у нас на даче к сожалению, льет каждый день и уже столько бы дождей не надо ну, что делать до встречи! до встречи! ну что, друзья, этот ролик получился очень цветочным я постаралась вам рассказать и показать про те культуры, которые я выращиваю но самого пика цветения я жду в середине и в конце августа а это значит, что в следующем ролике будет еще больше красоты я надеюсь, что видео вам понравилось вы непременно поставите лайк ему подпишитесь, поддержите меня напишите комментарий свое мнение поделитесь со мной какой-то информацией также напоминаю, что у меня есть телеграм-канал где я в ежедневном режиме что-то выкладываю показываю, рассказываю ссылочка будет сразу в описании но, со своей стороны, желаю вам очень теплого, уютного, красивого, красочного августа и говорю, до новых встреч! пока-пока! я решила срезать этого красавчика во-первых, он освободит путь другим но и хочется им очень полюбоваться какой же ты мощный! и и и Субтитры создавал DimaTorzok